Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про сахароснижающий препарат инвакана. Действующее вещество препарата инвакана это ганаглифлозин. Данное вещество относится к группе ингибиторов CGLT2. Это ингибитор глюкоза натриева котранспортера второго типа в почечных канальцах. Если переводить на русский, то в чем смысл? Смысл в том, что в норме в нашем организме без применения каких-либо препаратов почки не пропускают сахар. То есть в норме идет фильтрация крови почками, да почка работает как губочка, фильтрует кровь, все нужное сохраняется в организме в кровеносных сосудах, а все продукты обмена, токсины выводятся с мочой из организма. Это ситуация нормы. Если же без применения препаратов у человека при диабете сахар выше 10, то сахар начинает повреждать эндотелий сосудов, то есть сосуды страдают и сахар проскальзывает в мочу. То есть мы видим повышенный сахар в моче, если это идет без применения сахароснижающих препаратов, то это говорит о повреждении сосудов почек. То есть сахар выше 10, почечный порог, идет сахар в мочу, понимаем, что мы идем в сторону нефропатии. Если же мы вводим сахароснижающие препараты, которые работают через почки, то есть препарат, который мы рассматриваем сегодня, инвакана, также препарат Джординс, известный сахароснижающий препарат, препарат Фарсига. Препараты, которые работают через почки, блокируют соответственно глюкоза натриевый к транспортер второго типа и при сахаре выше 6 сахарные каналица в почках открываются и сахар идет в мочу то есть сахар снижается при сахаре выше 6 причем важно понимать что препарат не повреждает сосуды почек наоборот сосуды сохраняются сохранные за счет того что мы снижаем сахар и убираем повреждающие действия высоких сахаров не только на сосуды почек но на все системные сосуды то есть с точки зрения сохранности сосудов данные препараты сохраняют почки они вредят им это очень важно понимать так вот открывается глюкоза натриевый к транспортер то есть сахар уходит в мочу но не только сахара еще и натрий еще и соль то есть у нас снижается уровень сахара в крови и уровень артериального давления потому что выходит лишняя соль а глюкоза и соль тянут за собой воду то есть да у нас выводится сахар соль вода то есть снижается уровень сахара крови и уровень артериального давления таков механизм работы данных препаратов то есть соответственно препарат обладает легким мочегонным эффектом мы должны понимать то есть количество принимаемой жидкости в течение суток мы увеличиваем в среднем плюс пол литра чистой воды в течение суток к обычному водному режиму и что важно понимать открываются сахарные канальца только при сахаре выше 6 то есть если у человека сахар четыре с половиной пять препарат просто не работает он работает при повышении сахара и именно поэтому риск гипогликемии то есть падение сахара крови на данной группе препаратов очень мало соответственно эффекты препарата инвакана первый эффект это снижение сахара крови причем глюкозозависимый эффект чем выше сахар тем больше открывается сахарных канальцев тем больше снижение сахара это первое второе снижение уровня артериального давления оно небольшое но все же оно чувствительное то есть пациенты с артериальной гипертензией смотрят раз давление стало пониже да потому что выводится в матчу сахар соль и жидкость то есть мочегонный эффект естественно давление снижается третий положительный эффект данные группы препаратов это небольшое снижение масса тела как за счет потери лишней воды так и за счет потери глюкозы это калории и соли теряем жидкость теряем сахар соответственно вес снижается если говорить про минусы за счет того что сахар выходит с мочой первое то моча более сладкая то есть люди у кого есть воспалительные заболевания мочи половой системы будь то циститы уретриты и так далее более сладкая моча может дать обострение воспалений соответственно мочи половой системы то есть у женщины может обостриться с цистит либо например там молочница и так далее потому что моча сладкая в норме когда мы принимаем эти препараты не только плюс пол литра жидкости в течение суток но и регулярный туалет половых органов то есть мы сходили пописали и пошли подумались либо протерлись влажной салфеткой чтобы сладкая моча не падала на кожу потому что если сладкая моча попадает на кожу риск воспалений зуда особенно на это часто жалуются женщины что сильный зуд добывает тут просто мы сходили в туалет и обязательно подмылись либо воспользовались влажной салфеткой и конечно же если сахар в крови очень высокий то есть к примеру человек с сахаром 15 начинает принимать инвакану да либо другие препараты из этой группы фарси гуджардинс то за счет того что больше выходит сахара в мочу объем мочи же тоже увеличивается потому что сахар то идет с водой человек начинает курсировать то есть иногда приходится вводить комбинацию препаратов чтобы не только этот препарат снижал сахар но и другие сахароснижающие препараты тоже помогали чтобы не было очень большого объема соответственно мочи соответственно с осторожностью принимаем инвакану у пациентов с воспалительными заболеваниями мочеполовой системы даже в ремиссии почему потому что может быть обострение поэтому перед применением обязательно сдаем общий анализ мочи при необходимости более расширенные анализы если мы говорим про побочные эффекты какие основные побочные эффекты чаще всего это сухость во рту запор частые мочеиспускания бывает тошнота головокружения головные боли и конечно же бывает обострение инфекции мочевыводящих путей если собственно они были в стадии ремиссии другие побочные эффекты бывают но встречаются реже если мы говорим про противопоказания то противопоказания это почечная недостаточность выраженная печеночная недостаточность беременность лактация детский и старческий возраст причем то что касается по влиянию на печень влияние на печень у препарата инвакана крайне низкая то есть практически нет влияния на печень это очень важно учитывать потому что механизм работы препарата это выведение сахара с мочой через почки то есть в отношении печени препарат полностью безопасен если мы рассматриваем дозы то имеется две дозы это 100 миллиграмм и 300 миллиграмм препарат принимается один раз в день чаще всего назначается утром перед завтраком препарат назначается только врачом после обследования то есть даем общий анализ крови биохимию крови гликированный гемоглобин смотрим сахара крови обязательно смотрим анализы мочи многим пациентам лучше сделать узи почек узи мочевого пузыря то есть посмотреть нет ли там воспаление только после этого вводить препарат и самое главное что адекватный водный режим то есть регулярно пьем воду потому что выводится сахар с мочой и регулярно совершаем туалет ну то есть ходим подмываемся чтобы сладкая моча не раздражала кожу соответственно мочеиспускательного канала и близлежащие участки больше информации о правильном питании при диабете о терапии диабета вы узнаете в школе диабета на сайте ольга павлова рф ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и пишите о чем интересно услышать в следующих видео будьте здоровы